Повышаем настроение двойной выгодой. Карта прибыли от банка Уралсип. Это высокий процент на остаток. Кэшбэк до 3% и бесплатное обслуживание. Уралсип. Перспективы там, где вы. Значит, я сейчас летом был на нескольких свадьбах и заметил, что сейчас стало модно дарить творческие подарки. И ладно, когда это мама жениха читает грустный стих под грустную музыку или какая-нибудь тетя из Саратова показывает видеопоздравления от дальних родственников, которые не смогли приехать из своего Алтуфьева. Гораздо хуже, когда сюрприз решает сделать невеста, потому что это всегда какой-то стресс, это всегда какой-то адреналин, как, например, вот на этой свадьбе. Согласны ли вы выйти замуж за собаку? Я в токторе с вопросом. Заметили, да, реакцию парня? Впервые вижу, что человек матерится глазами. Давайте посмотрим, что было дальше. Согласны ли вы выйти замуж за собаку? Да! Вау-вау-вау, просто день открытий. Впервые вижу, что человек матерится усами. Но в итоге невеста вернулась, и вернулась не одна, она вернулась со своим рэпом. Мы познакомились с тобой, не скажу, что недавно. И вначале мы порой встречались тайно. Ходили мы по вечерам, гуляли и общались. Весенними деньками мы с тобой наслаждались. Я всегда думал, есть ли что-то ужаснее женского рэпа. И оказывается, это женский рэп на свадьбе. Заметьте, даже родной дядя не в восторге от рифм. Я узнал, что это вообще оказывается такой популярный ход, когда невеста берет и сбегает со свадебной церемонии. Является ли ваше желание свободным и искренним ответить вас? Обязуйтесь. И главное, после убегания они все возвращаются и читают рэп. Видимо, делают это невесты для того, чтобы их свадьба была оригинальной и не как у всех. Вот несколько таких свадеб. Мы познакомились с тобой, не скажу, что недавно. Я охренел от этого всего, но не скажу, что бы сильно. Причем раньше на свадьбах воровали невесту, а теперь, видимо, невесты воруют друг у друга песню. Но была невеста, у которой рэп был чуть более оригинальный Понимаете, удалось найти невесту, которая помнит, когда они познакомились И порой, вот когда невеста читает свой рэп Самое ценное это искренняя реакция жениха и свидетеля Обожаю, обожаю, правда Я люблю этих людей Еще круче было бы, если бы жених вообще сидел бы вон на том стуле и оттуда слушал песню Скажите, а у меня одно ощущение, вот глядя на них, что это просто герои мемом мой звездюк Взяли и разбогатели А непосредственностью следующей девушки я вообще восхищаюсь Больше года назад мы познакомились с тобой Это был ноябрь, а ты начальник мой Да, то, что на Западе зовется харассмент, у нас называется «Молодец, девочка взяла свое» Просто умница, красотка, воу Но этот брак точно не по расчету Потому что я слышал припев этой песни И ответственно заявляю, что такой припев мог написать только человек, которому от любви снесло крышу Мой Степаненко, мой Степаненко Ты мой бог, а я твоя конфетка Степаненко Вова, Степаненко Вова С тобой всю жизнь любимую я прожить готова Браво, 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 браво Такая поэзия мне напоминает времена Шекспира Ну, в смысле средневековья Причем я как бы понимаю, что есть вещи, да, которые глупо скрывать, все о них знают Но при этом я и не вижу смысла лишний раз о них говорить А такое впечатление, что девушки этого не понимают И читают на свадьбах о том, о чем говорить, ну, не нужно Помнишь, как познакомились с тобой? Лето, море, ты был не холостой Так сказать, затянулись морские потрохушечки Даже не зная, что ужаснее Что муж изменял жене Или что любовница написала про это рэп на свадьбу Вообще складывается ощущение, что некоторые невесты путают свадьбу и передачу Андрея Малаховой И зачем-то вот вспоминают истории, которые явно вспоминать не нужно Ты тогда был дембелем, из армии вернулся Шел к себе домой и на меня вдруг наткнулся На тот момент мы с другом, с твоим лучшим встречались Что? Что у них за пара такая, а? Там, небось, свидетель сейчас сидит и такой Хе-хе, я, получается, следующий Давайте послушаем, что было дальше После этой встречи стали вместе мы гулять Троицей святой нас можно было назвать Ну не знаю, как показывать мой жизненный опыт Если девушка в компании была сначала с одним, а потом с другим Про нее не говорят, что она святая Вообще, какая шикарная подмена понятий Использовать вместо слова тройничок слово троица Давайте узнаем, чем же все закончилось Мой парень переехал и другую нашел Этот случай быстро она с тобой вдвоем свел Я не понимаю, вот зачем она берет и об этом читает на свадьбе при всех Вот мужику же нет ничего приятнее, чем лишний раз вспомнить Кто с его женой спал до него, да? Это же, возможно, она отредактировала еще этот текст Там, возможно, было что-то типа В сексе ты, конечно, не так хорош, зато меня бережешь С ним я ночью по сто раз кончала, а с тобой у нас семьи начала Ужасно, ужасно Я не удивлюсь, если вообще где-то были свадьбы, где рэп был еще более жуткий Типа, ты всегда для меня будешь круче, чем Сильвестр Сталлоне Ведь ты выкупил меня из массажного салона А некоторые невесты, ладно, как бы они компрометируют себя Они еще и берут и в открытую компрометируют своего мужа 120 ехали мы смело, тут нас Гайр тормознул Ты отмахнулся и Максима, я своей красотой Если пройтись по этим строчкам с уголовным кодексом То тут превышение скорости, превышение должностных полномочий И заведомо ложная дача показаний про красоту Вообще, эта девушка, она молодец Потому что я люблю прямолинейных людей, а она вот прям прямолинейная Я очень счастлива с тобой, безумно я люблю тебя Тебе со мною повезло, я... Да, да, да А еще она, наверное, будет... мама И... хозяйка, которая... как любит готовить И помните, я говорю, что порой самое ценное Это искренняя реакция жениха и свидетеля И этот перформанс не стал исключением Тут точно так же Глаза будет Светлана Браво, браво, браво Вот именно так и нужно реагировать на рэп Да, она не попала в бит, но зато она попала ему в сердечко Вообще, есть же стереотип, что девочки с раннего возраста мечтают о свадьбе И представляют о том, какая она у них должна быть Но вы знаете, теперь и я мечтаю о свадьбе и представляю о том, какая она должна быть Я очень хочу, чтобы моя свадьба выглядела вот так Синяков, Женя, Синяков, Женька Ты моя опора, я твоя ступенька Синяков, Женя, Синяков, Женя Когда рядом нет тебя, то секс без наслаждения Все, всем хороших эмоций, всем спасибо за внимание, пока-пока В этом сезоне участники новых звезд в Африке Как по-настоящему сплоченная команда Начнут сразу Выяснять отношения Прошу, услышься Не ори Наш балаган, заканчивайте это Че ты сказал мне? А, че ты сказал? Самый ядовитый сезон новых звезд в Африке 17 сентября в 18.30 Интересно, прям я жду сильно Премьера на ТНТ Субтитры сделал DimaTorzok